Гэтых пригожих, ласкавых и удержанных котов объеднала одиная трагичная история життя. Ранее они имели постоянное место жихарства и были окружены любовью и клопотом. Бездома застались и прикладный месяц тому, коли померли их господиня. Теперь в пожуках новых господаров они вымушены переезжать по квартирах волонтеров Гомельского руху по обороне бездомных живел, подарил им шанс. Все котейки были очень напуганы, они до сих пор уже месяц прошел, то есть мы их забрали в декабре месяце, в середине декабря. Прошел уже месяц, но они до сих пор находятся в стрессе, они до сих пор, многие из них болеют. Делаем все возможное для того, чтобы их вытянуть с этого состояния. И на сегодняшний день для нас очень актуальна передержка для этих животных, ну а лучше, конечно же, по МЖ, для того, чтобы животные могли обрести все-таки второй шанс на жизнь. У всех гэтаж и вёлы, которые по злым року лёсу застались без дома и господара, зараз находятся на шассовой переоттрымце волонтеров и необыяковых людей. По колью они живут в самых разных умовах, однако у всех как один. Под пильным штабенным наглядом гомельского руху по обороне бездомных живёл подарим шанс. Головная задача – знайти постоянную семью для кожного. У всех коты прищепленные и стерилизованные, а так само и они адаптованы до человека и кватеры. Уже омаль месяц гомельские волонтеры спробуют улотковать своих бездомных годованцев в добрые руки. По колью новую семью сдобыла только одна кошка. Брать до себе дорослых живёл многие люди по разных причинах остерогаются, але треба памятать, что браты наши меньшие, які побачили в уличное житё, за усёды больше отданы и удячны своим господарам. Совет для будущих хозяев один. Любовь прежде всего. Если вы любите животное, если его взяли с душой, он никогда вам ничего делать плохого не будет. Они всё понимают. У меня дома все в любви, и поэтому все у меня поправляются хорошо и пристраиваются хорошо. И слава Богу, дай Бог, чтобы дальше так было, потому что ради этого мы их и спасаем, чтобы они находили семьи достойные их. Да раньше тем, кто ещё докладно не вызначился, те готовые, но взять под свою постоянную опеку четвероногого годованца, волонтеры райць приглядеться доживёл подчас шестовой перотрымки. Мы даже предлагаем такие варианты, что если человек ещё не до конца понимает, нужно ли ему животное в квартире, нужно ли животное в его семье, он может взять на передержку животное, посмотреть, как к ним будут относиться дети, как к ним будут относиться родственники, как животное будет относиться к ним, и уже для себя определиться, нужно ли им это. У целом, история волонтерского руху по обороне бездомных живёл под ареймшанс неколи почала писать звичайная жихарка областного центра Светлана Лапо. Сегодня улику ей помощников 40 человек. На часовой перотрымце волонтеров больше, как сотня котов и собак. Больше из них опанулись на улице за бездушность и жёсткость своих господаров. У сего за годы основания волонтерского руху по дареймшанс вырацовано больше, как тысяча бездомных живёл, жмот взроблено порошение их проблем. У Гомеля зараз так само працуют специальные пункты, куда необъяковые гораджане могут принести корм, леки и иншие необходные приналежности. Выбрать собеседшись верного гасябра, а оказать допомогу волонтерскому руху по обороне бездомных живёл по дареймшанс за усёды можете и вы. Отрымать большеподравязную информацию можно по телефону, який зараз бачите на своих экранах, або у группах подареймшанс у социальных сетках. Вероника Ворошилина, Яугин Макеенко, Белерадоя компания «Гомель».